Эти добрые люди Эти добрые люди Эти добрые люди были адресованы в 1820 году могущественному фавориту императора Александра I графу Рокчееву. Однако их автор никакого наказания за свои дрязновенные слова не понес. Почему же? Декабристы Кондратий Рылеев. У нас в гостях историки Оксана Киянская и Анастасия Готовцева. Здравствуйте. Оксана Киянская окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Доктор исторических наук. Профессор факультета журналистики Российского государственного гуманитарного университета. Автор книг и публикаций в том числе. Южный бунт. Восстание Черниговского пехотного полка. И Павел Пестель. Офицер-разведчик-заговорщик. Анастасия Готовцева окончила факультет документоведения Российского государственного гуманитарного университета. Кандидат филологических наук. Доцент факультета журналистики Российского государственного гуманитарного университета. Автор книг и публикаций, в том числе, правитель дел в истории литературной, финансовой и конспиративной деятельности Кондратия Рылеева. Дело в том, что родители его расстались, разъехались. Отец уехал в Киев, еще когда он был совсем маленьким мальчиком, а его отдали в возрасте 4,5 лет учиться в первый кадетский корпус на малолетнее отделение. Конечно, это в то время, как считалось модным среди российских дворян учиться дома, нанимать учителей. Вот в семье Рылеевых не было такой возможности, не было к этому финансовых средств для этого. К тому же, вот эта вот семейная драма, видимо, она и послужила поводом к тому, что ребенка просто удалили из семьи, во многом, конечно, способствовала формированию личности. Уже он с самого детства понял, что жизнь очень жестокая и сложная вещь, и ему в жизни всего придется добиваться самому. К тому же, перед его глазами был пример его старшего брата, который считался его родственником всегда в исследованиях. Такой Петр Федорович Малютин был. В письмах много упоминаний о нем, письма к нему и матери Рылеева Анастасии Матвеевны, и самого Рылеева. И вот он родственник. Но степень родства никто особенно так определить не пытался. И вот как раз мы с Оксаной Ивановной задались этим вопросом, и выяснили, что, видимо, Петр Федорович Малютин был незаконным сыном отца Рылеева Федора Андреевича. Он был намного старше Рылеева, и его судьба повернулась так, что он попал в гатчинские войска Павла I. И потом вышел в генерала, очень быстро сделал головокружительную карьеру, когда Павел стал императором. Воевал в начале наполеоновских войн, но вот в 12-м году не воевал, поэтому он малоизвестен. Хотя носил он его последний чин, был чин генерал-лейтенанта. И вот это, конечно, пример старшего брата о том, как можно фактически из грязи в князи, очень повлиял на личность Кондратья Федоровича, это безусловно. Он не застал войну 12-го года и только успел повоевать в зарубежных походах русской армии. Вы знаете, здесь тоже не все так просто вообще. И биография Кондратья Федоровича Рылеева, как вообще история восстания декабристов, она полна всяких недосказанностей, недоговоренностей, белых пятен. И в частности проблема его участия в заграничных походах тоже до конца не исследована, потому что известно, что он был выпущен из корпуса и попал, согласно послужному списку, начал военную карьеру где-то за две недели до окончания военных действий. Но, несмотря на то, что его часть, его рота, в которой он числился, артиллерийская рота, воевала под Парижем, сам он какими-то странными судьбами попал в Швейцарию, видимо исполнял там какие-то поручения русского командования, какие пока мы не знаем, это вот тема дальнейшего исследования. И вот непосредственно в военных столкновениях он не принимал участия, ему не довелось воевать. И фронтовиком он не был? Он не был фронтовиком, нет. Но потом он вернулся уже после мира, он вернулся к своей части вместе с ротой и вернулся уже в Россию. Вы сказали, что он сразу понял, что добиваться нужно всего самому. Вот то образование, которое он получал, и то, что он стал литературно образованным человеком, хорошо образованным, и поэтом, имел вкус и умение к тексту, это говорит о том, что человек много читал и сам занимался. Он никогда не так, хотя трудно в то время разделить вот Салдафонский, такие устремления молодого человека, который хотел сделать только карьеру, и вот эту гуманитарную составляющую русского офицерства. Иногда это чудесным образом сочеталось, и примеров масса. Абсолютно точно это сочеталось, но что касается Ралеева, тут нужно понимать, что образование в первом кадетском корпусе было, конечно, не самого хорошего качества. Это было абсолютно не пажеский корпус. Это было учебное заведение, скажем так, для детей бедного дворянства, которые не могут себе позволить учиться в пажеском корпусе. И, конечно, все то, что Ралеев потом знал и умел в литературе, это плод его собственных занятий. Надо сказать, что его первые стихи и стихи, написанные в середине жизни, в общем, достаточно слабые. И достигать действительных высот в литературе он стал уже в самом конце жизни, так получилось. А когда он пишет поэму Войнаровский, это уже 1924 год. Ну, все это прожило 1931 год, по-моему. 1931. Да, на 1931 году он был повешен. Да, да. То есть жизнь-то короткая. 1931 ему не вспомнил. Да, да. Совсем короткая, так что это к концу жизни. Ну, так получилось. То есть это 29-28 лет расцвет был. Вроде бы. А для поэта это вполне даже хорошо. Ну, все так до смотрения на Пушкина, который, да, в 28 лет уже. Да. Ну, мы коснемся еще отношения Ралеева-Пушкина, там целое за этим стоит. Много чего стоит, они были знакомы, переписывались, и есть письма, где он как раз разбирал поэму. И очень так советовала, придирчиво. «Свидимся ли», по-моему, последние слова в этом, обращается к нему поэт. «И свидимся ли» поэт, по-моему. Нам удалось раскрыть один из псевдонимов Ралеева. Он печатался под псевдонимом Петр Ракитин. И таким образом, вот, известный корпус его стихотворений увеличился на семь текстов. Это тоже, мне кажется, вот такое некое открытие, которое может вперед двинуть не только... Да, не только исторический аспект его деятельности, но и литературный аспект, журналистский аспект его деятельности. Могут такие находки более ясными нам сделать. Вот, то есть, мне кажется, что еще очень много возможностей есть просто для пополнения источниковой базы о творчестве и жизни Ралеев. И вообще декабристов, не только Ралеев. Ну, декабристом стал уже в декабре соответствующего года. Это да. До этого он был просто молодым человеком, который служил в армии, выполнял, возможно, пикантные поручения российского командования, МИДа. Но потом, все-таки, карьера его военная была достаточно краткой. Да. Он выходит в отставку. А почему он выходит? Вроде бы служить да служить. Тут, видимо, опять-таки, каким-то образом повлиял пример его старшего брата, можно сказать, об этом. Потому что карьера его не шла. Вот люди, воевавшие в Отечественную войну, даже в заграничных походах, потому что формально в заграничных походах он все-таки участвовал. Ну, что-то себе выслуживали. Хотя бы один чин. Ну, хотя бы какой-нибудь там орден. Ну, если бы в боевых действиях участвовал, то это уже хорошо. А он не участвовал. Он не участвовал, но он формально служил. И по окончании войны там достаточно щедро раздавали чины. А он вот не получил ничего. Как был прапорщиком, так и остался. Хотя воевал. В общем, формально. Он на служении прапорщика, да. Да. Но, с другой стороны, я хочу добавить к этому, что по свидетельству одного из его сослуживцев, Кондрей Федорович Релеев находился на службе как бы на пенсии. Всячески увиливая от нее под различными предлогами. То есть, ему, видимо, еще сам род военной службы не очень импонер. Хотя поручение, которое вот он выполнял в Саксонии, служа при своем дядюшке, как он его называл, Михаила Николаевича Релеевой, но дядя не родной, видимо, там двоюродный или троюродный, надо это выяснять. Он достаточно добросовестно выполнял поручения, данные ему, потому что через Саксонию проходил корпус русской армии под командованием Петра Христиановича Витгенштейна. И он был должен обеспечить чисто материальную часть этого корпуса. Он входил в взаимодействие с лицами саксонской администрации, с лицами русской администрации, которая тогда действовала в Саксонии. Это было достаточно сложно, и с этими поручениями он успешно справился. В частности, известно, что он нашел злоупотребление саксонской администрации, что вино, которое должны были давать военным, офицерам, разбавлялось водой. Какой кошмар! Какой кошмар! И он это нашел, вскрыл злоупотребление. Сама фронтовая служба, да, вот эта фронтомания, которая захватила очень многих офицеров после войны, его не очень интересовало. Четыре года прослужился. Да, он, видимо, по психологии своей был, конечно, человеком статским. А не военным. Просто вот, ну, не нравилась ему рот военной деятельности. Действительно, он ничего особо для того, чтобы получить там чины или орден там, да, ничего для этого не предпринимал. А насколько было возможным тогда для офицера, который выходит в отставку, тем более в таком низком чине прапорщика, найти себе, ну, как по-островскому, доходное место? То есть, нужно же как-то было выживать. Ну, это сложно было, конечно, но судьба могла по-всякому повернуться. Но первые годы после выхода в отставку, первое время жил он в нищете, ну, в бедности, да, так скажем. Он уже женился, у него была маленькая дочь Анастасия. И не хватало денег, вот судя по письмам, даже на то, чтобы там снять квартиру в Петербурге, чтобы купить там достаточно еды, достаточно там одежды. Вот, и он все время в письмах просил у матери прислать ему хоть сколько-нибудь денег для того, чтобы вот, ну, как-то первое время продержаться. Но потом очень быстро он ходит в литературные круги Петербурга и становится успешным издателем, журналистом, коммерсантом. И, конечно, деньги у него появляются и в больших количествах. Вот он у него в карьере служил в уголовной палате, а что он так делал? По нашему пониманию, это, ну как, уголовная палата, уголовный розыск. Нет, это не уголовный розыск, это суд. Это уголовный суд. Палата уголовного суда. Да. Это выборная должность, он служил по дворянским выборам. Ну, просто его имение, его матери, Батова, оно числилось вот в Петербургской губернии. И, соответственно, выборы, были выборы дворянские в губернии и избирались, ну, кандидаты на должности судей. И он был избран от дворянства Санкт-Петербургской губернии судьей палаты уголовного суда. Палата уголовного суда была создана Екатериной Второй в 1775 году. Палата представляла собой судебное учреждение высшей инстанции по уголовным делам в губерниях. Рассматривала и утверждала приговоры, вынесенные судами на местах. Дела, более серьезные, касающиеся обвинения в убийстве и влекущие наказание в виде каторжных работ или смертной казни, выносились на ревизию губернатора или правительствующего Сената. Благодаря своей этой должности Кондратьев Федорович смог добыть деньги на издание последнего номера «Альманаха. Полярная звезда». Потому что, как известно, существовала некая схема издания журналов, издания «Альманахов» в России начала XIX века, первой четверти. Существовал некий спонсор. Обычно это был купец, у которого были деньги. Вот к нему приходили литераторы и говорили, мы хотим издавать периодическое издание. Он говорил, хорошо, вот вам деньги на издание. А это стоило все недешево, около двух тысяч стоило выпустить один, скажем так, номер журнала или «Альманаха». Там печать, бумага, виньетки, потому что всегда все украшалось виньетками обычно. И они выпускали, собирали литературные произведения, обычно это было через личные знакомства, через своих друзей, через литераторов, и выпускали. Потом этот журнал или «Альманаха» продавался, если пользовался спросом у публики. А все доходы с продаж купец забирал себе и платил вот этим самым литераторам, редакторам. Пускай это был не спонсор, а гарант, наверное. Ну, он вкладывал свои деньги. Вкладывал свои деньги и потом платил только редакторам. И потом брал себе доходы весь. Да, да. Авторы же не получали ничего. А как вспоминал потом, кажется, это Евгений Аболенского воспоминания, довольствовались тем, что видели свое произведение напечатанным. Как это похоже на сегодняшний день. Вот такой спонсор, купец был и у «Альманаха» Ралеева, который он сдавал совместно со своим другом, петербургским литератором Александром Бестужевым, известным писателем, романтиком. Да, «Альманах» назывался «Полярная звезда». Был такой спонсор у этого «Альманаха», звали его Иван Слёнин. И вот два раза он давал деньги на два выпуска. Вышел в 22-м выпуск на 23-й год, потому что «Альманах» выходил всегда в конце предыдущего года на следующий год. Считалось, что целый год можно довольствоваться напечатанными в нем произведениями. И в конце 23-го года вышла «Полярная звезда» на 24-й. Видимо, как раз в этот момент произошла размолвка со Слёниным, у Ралеева и Бестужева. Причины этой размолвки до конца пока не ясны. Это все дело будущего. В общем, они решили отказаться от его услуг, от его денег и спонсировать сами. Издание следующего номера «Альманаха» 3-го на 25-й год, который, кстати, задержался. И вышел только на Пасху в 25-м году. Это, конечно, было достаточно рискованно, потому что... Ну вот как вот так вот взять, отказаться, а денег-то нет совсем. Ралеев, заседатель Петербургской палаты уголовного суда, должность выборная, неоплачиваемая. Александр Бестужев, штабс-капитан гвардейского драгунского полка, тоже, в общем, жалование в год было около 700 рублей. Это стоило, как я уже сказала, 2 тысячи. Надо было вложить. Около 2 тысячи. И тогда получилось так, что финансистом 3-го выпуска «Полярной звезды» стал именно Ралеев. И он нашел способ, изыскал способ профинансировать. Дело в том, что у его старшего брата, умершего, кстати, в 20-м году, вот этого самого Петра Федоровича Малютина, была жена. Екатерина Ивановна. И вместе с ней Ралеев потом стал опекуном детей Малютинах. Петр Малютин от своего благодетеля Павла I получал щедрые дары, в том числе обширные земли в Санкт-Петербургской губернии. Но он был такой человек широкой души, мод и промотал все. Практически у него осталось только 2 билета. 2 билета Санкт-Петербургского опекунского совета. Фактически вот эти билеты Санкт-Петербургского опекунского совета функционировали как заемные векселя. То есть он вложил деньги в этот совет и взял 2 векселя, каждый по 6 тысяч рублей. Но потом так получилось, что его один из приятелей, что называется влип в историю, он поручился за него этими двумя билетами в суде. В надворном суде эти билеты лежали и на них шли проценты. Где-то к моменту 23-го года накопилось уже на каждом билете по 8,5 тысяч рублей вместо 6. Иеролеев предложил Екатерине Ивановне эти билеты оттуда забрать, а вместо билетов заложить имение Батова, как он говорил, его имение Батова, и ее дом в Петербурге. Что и было сделано? Билеты он оттуда изъял, обналичил, получил деньги. И, видимо, именно часть из этих денег пошла на издание «Альманаха. Полярная звезда». И все бы хорошо, но дело в том, что это было в 23-м году, а имение Батова принадлежало матери. А мать-то его умерла только в середине 24-го. Так что получилось, что он совершил обычный подлог. А потом, когда уже был арестован он после восстания на Сенатской площади, Екатерина Ивановна предъявила к нему финансовые претензии, сказав, что он обокрал ее бедную вдову, ее малолетних детей. Но дети там были не все малолетние уже к тому времени. Один из сыновей просто сидел в тюрьме. Просто сидел в тюрьме по тому же делу, да. Есть еще одна точка в его биографии. Мы, собственно, с нее и начали нашу сегодняшнюю программу, поцитировав стихотворение к временщику. Это 20-й год. А, значит, из армии он уволился в 18-м. И вот тут интересная, очень тоже интересная тема. Он сближается с Голицыным. Голицын известный был, скажем так, теневик. Да, если мы уже взрослым таким языком. И член был тайных обществ, масон. Это немножко другая тема. Но, тем не менее, он с ним сблизился. И вот тут мы выходим на другую площадку, скажем так. Что Рылеев стал активно участвовать. А это очень активная акция. Вот это стихотворение. По заказу одного временщика он пишет против другого. Ну, это фактически смертный переговор себе он подписывает. Правда, фигурально. Пока. То есть, он ввязывается в серьезные игры. По-политические. Он прекрасно отдает себе отчет, что он делает. Вот насколько уже тогда Россия, петербургская элита, или то, куда он хотел попасть, она требовала таких, как Рылеев. Потому что фактически это было по заказу. Ну, вы знаете, дело в том, что Голицын не столько был теневик, сколько был вполне легальный министр духовных дел и народного просвещения. Да, и в всей стране известный человек. И много действительно сделавший для русской журналистики, для русской литературы, для русского просвещения. И, как бы, конечно, это личность, не оцененная в полной мере, заслуживающая и книг, и передач, и всего чего угодно. Просто совершенно нет посвященных ему личных ему исследований. Что касается его и Рылеева. Я думаю, что когда Рылеев, очевидно, по заданию Голицына клеймил Аракчеева, если это не задание Голицына, то невозможно понять, как такое стихотворение могло появиться в печати надменный временщик и подлый коварный. Все знали, что это против Аракчеева. И сам Рылеев рассказывал своим друзьям, ходил в Петербурге, что вот он опубликовал содержание Аракчеева. Но я думаю, что если бы он лично, сам Конрэд Феджирлеев, не считал Аракчеева главным виновником всех бед России, то он бы не стал писать такую сатиру. Вдохновенно написано. Здесь дело просто в том, что его личные убеждения совпали с политическими потребностями Голицына и его политической борьбы. Алексей Андреевич Аракчеев. Граф, государственный деятель, генерал от артиллерии. Фаворит императора Павла I. С 1796 комендант Санкт-Петербурга. С 1797 генерал-квартирмейстер всей армии. С 1803 инспектор артиллерии. Аракчеев занимал также посты военного министра и председателя департамента военных дел Государственного совета. С 1815 года Аракчеев – доверенное лицо императора Александра I. С 1819 главный начальник над военными поселениями. Выполняя политические заказы, Рылеев искренне был уверен, что он служит России, что то, что он делает, это некий гражданский акт, гражданский поступок. И вообще борьба с Аракчеевым и борьба за Голицына очень многими современниками, не только Рылеевым, воспринималась как борьба за свободу против самовласти. Вот свобода персонифицировалась в этом самом князе Голицына. Но, возможно, вот через Голицына он и познакомился, и вошел в тайные общества. Вы знаете, дело в том, что вот связь Голицына с тайными обществами – это отдельная совершенно неразработанная тема. Я, мы вот с Анастасией Геннадьевной совершенно чужды всякой вот такого рода конспирологии, что там масоны виноваты, а Голицын, может быть, был масон, что недоказано, и может быть, поэтому. Нет, дело не в этом. Просто дело в том, что если… Голицын вел очень большую общественную деятельность. Он возглавлял или стоял у стоков очень многих вполне легальных обществ в России, как то библейское общество, занимавшееся реформированием религии и переводом Библии на разные языки, в том числе на русский. Филаретова Евангелие известная. Он был председателем российского человеколюбивого общества, общества о попечении о тюрьмах, общества презрения бедных, огромного количества общественных организаций. И вот если сравнить уставы этих организаций с уставом самого знаменитого декабристского общества Союза Благоденствия, то обнаруживается очень много параллелей там. И такое же отношение к религии, да, такой же вот идеи единения всех конфессий, которые проповедовал Голицын. И то же отношение вот к гуманитарной сфере, то же там та же помощь бедным, то же там развитие знаний. Все это идет в параллель. А поскольку, как известно, Союз Благоденствия, он был нацелен и прямо говорилось в уставе, что он служит, что он создан для помощи правительству в его благих начинаниях, то совершенно ясно становится, что под правительством в данном случае имелся в виду князь Голицын. Вот мне кажется, что о связи Голицына с тайным имуществом можно говорить в той мере, в какой просто совпадали организационные документы. И возможно, что Союз Благоденствия был действительно создан для такой общественной поддержки деятельности князь Голицын. Позже стало известно, что многие члены этих общественных организаций, они параллельно входили в иные общества, ложи, как угодно их можно называть. Это уже другая история, не менее интересная, конечно, насколько вообще тайны общества и такая заговорческая деятельность, она характерна для России. Каким образом все-таки Рылеев принимает для себя решение отойти, не отойти, вернее, а кроме публичной деятельности, как журналиста, реализовать свои мысли, идеи, стремления, отчаяния через попытку организовать нечто. А в следствии было доказано, что это не нечто, это была попытка цареубийства, это попытка заговора, свяжения существующего устройства, как написано у нас сегодня в Конституции. Да, вы знаете, здесь можно так сказать, что Рылеев, вот точная дата вступления Рылеева в заговор неизвестна. Видимо, это был 23-й год, то ли конец, то ли начало, разные есть показания. Но известно, что активные действия его в тайном обществе начинаются во второй половине 24-го года. То есть, сразу после отставки князя Голицына, это была очень громкая отставка, которую очень многие оценивали как победу деспотизма в России, как наступление Ракчеевшины, как попрание даже тех слабых прав и свобод, которые еще были тогда в России возможны. Вот, и после падения Голицына очень резко активизировались тайные общества, которые превращаются уже из проправительственных организаций в такие антиправительственные организации. И возникает именно тогда, вот в северном обществе, в Петербурге, возникает идея государственного переворота и насильственного захвата власти. До этого момента такая идея не фиксировалась. А почему Ракчеев, ну, у нас была в свое время передача, поэтому, дающимся тоже человеку своего времени, почему в Ракчееве так персонифицировал вот это вот негодование той части элиты, о которой потом будем говорить, как декабристы, и нам-то подавали его в советской историографии, как ретрограда, как консерватора, как, в общем, человека такого недемократического плана. И вообще можно ли тогда было говорить такими терминами демократ, недемократ, либерал, консерватор? Или это была клановая, всего лишь клановая борьба? Вы знаете, это была не совсем клановая борьба. Во-первых, личность Ракчеева, она, конечно, очень многогранна. Как известно, Ракчеев был автором одного из проектов отмены крепостного права. Как известно, Ракчеев был противником изначально военных поселений. Эта идея принадлежала Александру Первому, и Ракчеев только выполнял команду царя. Но во многом в том, что возник такой миф о Баракчееве, который там всей России притеснитель губернаторов, мучитель, во многом виноват тот же самый рельеф. Этот миф явился следствием как раз вот этой внутриполитической борьбы, борьбы в верхах. Потому что, вот как было сказано в печати, надменный временщик и подлый коварный. И с тех пор, и до сих пор идут вот эти рассуждения о нем, как о надменном и коварном и злом временщике. То есть, миф был заложен тогда. Миф был заложен тем же, видимо, Голицыным, который боролся за влияние предварительно. Ну да, да, конечно. И тоже сатиры к временщику. Да. Но вот большинство из тех людей, которые стояли у истоков восстания 14 декабря, они были так или иначе связаны как раз вот с партией Голицыным. Он, может быть, не самим с Голицыным, но с людьми из окружения Голицыным. Да, это как бы его люди, которые понимали, что, коль скоро Арктеев победил их патроны, да, им уже терять, в общем, нечего. Почему еще Голицыным, я встречал его фамилию в таком виртуальном там списке, а может быть, не совсем, противников или недоброжелателей Пушкина? Да. Сложный вопрос про Голицына и Пушкина требует совершенно отдельного исследования. Сколько у нас темы интересных исследований, знаете? Известно, известно, что знаменитая Ода Гульность, где про Павла Первого сообщал, что его убили, да, как звери вторглись и начары, падут бесславные удары, погиб увенчанный злодей, была написана в доме Александра Николаевича Голицына. В доме Министерства народного просвещения, казенном? Да, в казенном доме господина Голицына. Известно, что заместителем, любимым соратником и заместителем Голицына был Александр Иванович Тургенев, один из очень близких к Пушкину людей, человек, дружбу с которым Пушкин пронес через всю свою жизнь, и который его хоронил потом единственный, да, после дуэли. Вот. Но также известно, что эпиграммы, очень злые писал Пушкин на Голицына, находясь в южной ссылке, эпиграммы, вот почему они вдруг появились, совершенно непонятно. Причина появления этих эпиграмм. Очевидно, что там была какая-то размыловка, был какой-то личный конфликт. Этот личный конфликт был связан, видимо, с высылкой Пушкина на юг из Петербурга. Но ничего более конкретного пока вот сказать нельзя, это требуется очень большое дополнительное следствие. Весной 1820 года Александра Пушкина вызвали к военному губернатору Петербурга графу Михаилу Милорадовичу. Поэт должен был дать объяснение по поводу содержания его стихотворений, в которых он высмеивал императора Александра I. Эти произведения были признаны несовместивыми со статусом государственного чиновника, и Пушкина перевели из столицы на юг, в канцелярию генерала Ивана Индзова. Пушкин совершил целое путешествие по Кавказу. Он увидел Гречевоск, Кисловоск, побывал в Феодосии, попал в Крым. В июле 1824-го Пушкин был направлен в Псковское имение Михайловское под надзор родителей. Возвращаясь к Рокчееву, потому что, все-таки он победил Голицын, он, по-моему, стал губернатором Петербурга, Рокчеев. Нет, он никем не стал, но он был начальником канцелярии кабинета министров. Он был влиятельный чиновник. Очень влиятельный. Начальник военных усилий. Остался единственный. Здесь шло даже разговор не о должности. Губернатором Петербурга был несчастный граф Милоратович. Да, Милоратович. Да, а Рокчеев просто это дело даже не в тех должностях, которые он занимал, а в близости к царю, в скорости нашептывания в ухо царя. В доступе к уху. В доступе к уху. Речь шла о доступе к уху государя. И Рокчеев остался единственным, имеющим доступ к этому уху государю. Вот, поэтому это вот отставка Голицына означала крах всей партии Голицына и всех людей, которые на него так или иначе ориентировались. Они понимали, что терять, может быть, им уже нечего, поэтому они начали вот такую деятельность. Однако, Александр Первый был в самом таком рассвете, ничто не предвещало. Его вдруг внезапной кончиной в Таганроге. Хотя есть известные легенды про Пёдра Кузьмича, что он не умер, а ушел. Это еще одна тема, которую мы только можем затронуть. Но легенда эта легла на подготовленную почву. То есть, настолько внезапно был уход царя с политической арены. И как многие исследователи, наверное, и вы тоже эту тему, эту мысль затрагивали, что вот эти тайные общества, которые потом будут названы декабристами, они были не готовы. Не готовы. То есть, была программа организации такого постепенной подготовки общественного мнения, внедрения через литературный популярный журнал отдельных мыслей, стереотипов, в том числе идей, навеянных известными европейскими событиями. Но это тоже не важно пока. И вдруг смерть. Надо что-то делать. Потому что делать быстро. Время идет. Сейчас будет мир помазан другой. И все. А Россия такая страна. Да, дело просто в том, что это не совсем так. Потому что поздние тайные общества, конечно, не занимались внедрением своих идей в общественное мнение. Это как раз для союза благоденствия характерно. А поздние тайные общества этим не занимались. Они занимались подготовкой к государственному перевороту. И Кондратьев Федорович Ширлеев стоял во главе одного из таких планов, очень больших, связанных как раз с судьбой императорской фамилии. Да, Анастасия Георгиевна? Да, да, совершенно верно. Дело в том, что вот почему, мне еще кажется, так заинтересовала петербургских заговорщиков ситуация между царцией. Ну вот не было императора. А на севере, и это, в общем-то, проходит практически по всем исследованиям, не было плана убийства всей императорской фамилии. Речь шла только об императоре. А коли нет императора, уходит необходимость цареубийства. Всех остальных предполагалось, вот как удалось выяснить, вывезти за границу. А куда за границу? Это проходит тоже по многим показаниям, вывезти морем за границу. Вопрос. В Европу, ну Европа, там Священный Союз знаменитый, там европейские монархи, которые тут же пришлют интервенции, начнется интервенция, пришлют войска. Ну вот куда везти? В Китай, ну тоже странно. Куда там в Китай везти? Далось выяснить, что Рылеев использовал в данном случае свое служебное положение. Как раз в апреле 1924 года, ровно практически за месяц до падения Голицына, именно 16 апреля 1924, он стал правителем дела российско-американской компании. Коммерческая организация, но у нее были обширные государственные функции, она управляла колониями русскими на Аляске и фортом Роса в Калифорнии. А огромные обороты были? Там были деньги, но дело не в деньгах в данном случае, тем более, что в середине 20-х годов российско-американской компании был страшный кризис, денег не хватало, как и во всем государстве. Но парусники-то плавали? Парусники плавали, да. Неужели в Калифорнию собирались вывезти царскую семью? Да. Форт Рос? Да, форт Рос, который был окружен землями, спорными территориями, между Мексикой, которая объявила о своей независимости от Испании, Испании, между Америкой и Россией, Соединенными Штатами я имею в виду, английские земли, там было все очень спорно и очень непросто. Ну вот форт Рос, крепость, основанная русскими людьми в 12-м году, пока тут воевали, там крепость основывали, она принадлежала России совершенно безапелляционно, в принципе ее можно было сделать неприступной, и к тому же, если бы туда удалось довезти царскую семью, оттуда ее достать было сложно, практически невозможно. А на 26-й год, на весну или лето 26-го года, как раз планировалась кругосветная экспедиция, которая должна была идти как раз в американские колонии. А если посмотреть показания, все показывают солидарно, что планировалась революция на весну или лето 26-го года. Почему такая кровожадность? В заключении следствия, там четко написано, что умышлял цареубийство не только императора, но и всей семьи. Почему все-таки он настаивал на ликвидации, которая потом случилась в 18-м году? Вы знаете, Кондрат Федорович Рылеев не настаивал на ликвидации императорской фамилии. Единственная фраза есть из его показаний, что иногда сам с собой он думал, что может быть лучше действительно истребить императорскую семью, но позже раскаивался в этом мнении, тоже говоря, сам с собой. Единственный такой момент, который действительно ему можно было поставить в вину, это то, что он договаривался с Каховским, чтобы Каховский убил 14 декабря императора Николая I. Но опять-таки это был некий порыв, опять это было актом отчаяния от того, что уже было непонятно, что делать и как дестабилизировать обстановку, при том, что весь план рухнул. Но убежденным сторонникам цареубийства такого хладнокровного, конечно, жали их не было. Это просто документами не подтверждает. Тем не менее, радикализм и то, на что он был настроен, свидетельствует о понимании момента, что это момент ключевой, и что если не сейчас, то никогда. И риск огромен, и он понимал, на что он идет. Но, с другой стороны, у него есть стихотворение, я тут его себе приготовил. «Я ль буду в роковое время позорить гражданина Сан и подражать тебе изнеженное племя переродившихся славян». То есть он дальше говорит о том, что вот как раз сейчас и надо действовать. И он понимает, на какую жертву он идет, и что может быть потом. Вы знаете, дело просто в том, что это один из ключевых пунктов нашего исследования, с Анастасией Геннадьей, анализ вот этого стихотворения. Дело в том, что традиционно считалось, что оно написано буквально перед восстанием в ноябре, декабре 1925 года. Это не так. Документ свидетельствует, что это стихотворение написано летом 1824 года, и роковое время – это время после отставки министра Голицына. А вовсе не время перед выходом декабристов на Сенатскую площадь. Дело просто в том, понимаете, вот о чем это стихотворение? О том, что наступило роковое время, когда каждый должен определиться, ты с самовластьем, грубо говоря, или с просвещением, грубо говоря. Вот антитеза шла самовластие, просвещение. Да. И у Рылеева есть даже статья неопубликованная, оставшаяся предисловие к сборнику Думы, где он говорит однозначно, что в России сейчас две партии. Партия самовластия, деспотии и партия просвещения. Это тоже вот вторая половина 1924 года. Да, вообще середина 1924 года, и вторая половина – это время такое вот депрессивное настроение. Он пишет свои знаменитые станции, обращенные к Александру Бестужеву, где, ну там вообще видно, тяжелая депрессия у него. Там слишком рано, мрак таинственный, слишком поздно, мрак таинственный. Мой опыт грозный разогнал, слишком рано, друг единственный, я сердца людей узнал. О чем это стихотворение, гражданин? О том, что приходится выбирать, да, вот стать, изнывать под тяжким ингом самовластие, принять сторону Рокчеева, да, вот беззаконие, как они считали. Вот надменного времящика, который губит страну, либо бороться с этим. И он, Кондрать Федорович Леев, как это ему может быть не тяжело и не прискорбно, избирает путь борьбы. Вот. Об этом стихотворение. Он также еще пишет, что он дает, я не помню дословно, но у него есть строчки, что те, кто начинают борьбу, они вот герои, они все равно потом погибают. То есть начавшиеся первыми борьбами, они погибают. Да, не оконченные поэмы. Да, да, да. И вот раскрывая потихонечку этого человека, его мотивы, как, впрочем, и других участников заговора, вдруг получается, что они сознательно шли на какую-то жертву, а что будет дальше, они не представляли. Такое впечатление, что вот их как бы толкала какая-то сила на выступление. И, ну, например, хочется тоже подобрать, подвести все к одному знаменателю, как иногда часто делают. Вот ушедший в сторону Голицын, вот подняв такую волну, волна пошла, он отошел в сторону. И куда она, так сказать, эта волна русскую общественную мысль и выразившуюся потом в декабрьском восстании захлестнет, это мы потом разберемся. Главное вот затеять смуту. Такое складывается впечатление. Вот и так вопрос мало кто ставит, оценивая подготовку последние годы перед восстанием. Да, безусловно, вы правы, такая постановка вопроса может иметь место. Но, вот опять-таки, анализируя документы, можно отметить, что вот непосредственно восстание 14 декабря для Голицына имел отношение. Там уже работали другие механизмы, потому что вся идеология вот этого 14 декабря построена на незаконности отречения Константина и незаконности присяги Николая. Ну, тоже объективная ситуация, тут нужно было реагировать. Не совсем в этом дело. Как известно, Константин не прислал манифест об отречении. Да, и Николай I всю жизнь, пока жил Константин, боялся, что Константин его скинет. В любой момент. И говорил своим приближенным, что царь истинный это Константин, а я его наместник. Но дело даже не в этом, а дело в том, что была очень сильная константиновская партия в генералитете петербургском. Было очень много сторонников Константина. Тот же Милорадович был другом Константина и сторонником Константина. А вот Александр Николаевич Голицын был однозначным сторонником Николая. Он давно сделал ставку на Николая, он был хранителем манифеста тайного Александра о передаче престола Николая именно Константину. И он добился обнародования этого манифеста, он добился присяги, второй присяги Николая, при отсутствии манифеста Константина. То есть позиция его была не такой, как позиция большинства из тех, кто хотел воцарения Константина. Это, кстати, ответ на вопрос, который произошел в самом начале. Почему Рылееву ничего не было за вот эту оду? Он должен был точно на Кавказ отправиться. Не отправился же? Ну, не отправился, да. Нет, очень, понимаете, вот когда я преподаю там в средней школе и меня спрашивают, что случилось, что же с декабря на Сенатской площади, я честно отвечаю, что я не знаю, что там случилось. Потому что механизмы, которые вызвали к жизни это восстание, до конца неизвестны никому. Что это было, почему это произошло, с чем это связано, да. Мое глубокое убеждение состоит в том, что просто так под лозунгом «Долой самодержавие» солдаты, верные царю Отечеству, на площадь не идут. И под лозунгом «Незаконные присяги», при том, что законные командиры убеждают их в законности присяги, они тоже вряд ли на площадь пойдут. Значит, там действовали некие механизмы, которые еще только предстоит исследовать, и тем интереснее. Вот этот самый феномен, 14 декабря, феномен Сенатской площади. Ну и судя по потом уже допросам, да, по следственным делам, вот те совещания, которые были на квартире Уралеева, который болел, да. И под предлогом посещения, так сказать, болящего, были вот эти вот совещания такие краткие, в общем, ну, ежедневные и вполне конструктивные в какой-то степени. Говорилось о том, что были колебания. Были колебания, ждали помощи там с юга, потом все-таки был декабрь, столица была, ну, не изолирована, но все-таки были зимние квартиры, коммуникации были несколько нарушены. И, с одной стороны, надо было действовать, а с другой стороны, сил не хватало. И, видимо, уже тянуть было нельзя, и на что они надеялись? Да тут очень трудно сказать, на что они надеялись. Тут уже пошли механизмы, скажем так, отчаяния, что ли. Они себе постановили, что если Константин примет престол, то они действовать не будут. Почему? Потому что у России появится император. Император в глазах многих подданных вполне законный, вполне легитимный. И идти, совершать цареубийство, они понимали, что на это сил нет. И, в общем... Тем более он в Варшаве, поди его достанешь. Да, тем более Константин Павлович в Варшаве, если он оттуда примет престол и уедет опять в Варшаву, а если он вообще столицу перенесет в Варшаву, да Бог его знает, что у него на уме. И в то же время они понимали, что какой-то был запущен механизм, который сейчас уже на тот момент им было сложно, уже остановить практически невозможно. Опять-таки механизм неизвестен, как сказала Оксана Ивановна. Это нужно еще очень долго достраивать. Перейдя на новую точку зрения, отойдя от застывших еще там многими десятилетиями понятий и установок, надо как-то попытаться пересмотреть, что там было. Пересмотреть взаимоотношения наверху. Пересмотреть взаимоотношения между Николаем и генералами, между Константином и его приближенными, между заговорщиками и какими-то возможными их покровителями в Государственном Совете или в Сенате, о чем были показания на следствии. Очень трудно сказать, что вот их толкнуло. Известно, что император как-то, ну, пятерых повесили, а потом началось следствие. Вот, да, он наказывал, да, наказывал, но это было очень серьезное разбирательство, и видно было по, ну, по анализам отчетов, то, что он понимал, что это гораздо глубже, чем это выглядело вот в конкретном видео. Конкретно офицеры выводили конкретные там войска, не говоря им зачем, почему они их выводили, те выбирали вину на себя, потом раскаивали. Все же раскаялись. То есть, колевой, вот мы, да, вот мы так вот, бес попутал. Кстати, Ирлиев в конце жизни, он раскаялся, он и священника просил помолиться за его душу, помолиться за дочек, за жену. Вот, обычно такие злые заговорщики уже в 20 веке, в конце 19-го, наоборот, от креста отказывались. Там было другое уже. Ну, во-первых, Кондрей Федорович Ирлиев был искренним христианином. Как и Александр Николаевич Голицын, он был искренним и истинным христианином. И это без сомнения, религиозная составляющая была очень важной для, ну, почти всех образованных людей, да, мало, атеистов среди декабристов были, может быть, единицы. Во-вторых, что касается раскаяния Ирлиева, да, с одной стороны, это раскаяние было, конечно, чисто внешним, это была чисто поза, потому что ничего путного о механизмах, запустивших 14 декабря, о функционировании тайных обществ, следствие от Ирлиева не добилось. Его следственное дело, одно из самых коротеньких среди следственных дел других заговорщиков, у Пестеля целый дом занимает следственное дело, полдома, а у Рылеева там, страниц, 50, 70, может быть. Вот. То есть он, да, каялся, плакал, но при этом молчал. Говорил, эко меня угоразднил и больше ничего не говорил. Практически, да. С другой стороны, он себя считал, конечно, обязанным царю, потому что царь, опять же, по просьбе того же Голицына, который сразу при Николае стал играть тоже важную роль в государстве, оказывал материальную помощь семье его, его жене, его дочери. Если бы не это, они бы просто оказались на улице и без денег. Осталось после ареста мужа у его жены 10 рублей на руках и больше ничего. Вот. Но царь дал денег, и была такая организована общественная компания по помощи, значит, госпожи Рылеевой. Ей слали деньги из разных мест, от разных лиц, и государыня жертвовала, и царь жертвовала. Это все вот Голицын организовал, кстати. И, конечно, это началось еще при жизни Кондрата Федоровича. Он об этом знал и считал себя вот обязанным царю. Как бы царь его подавил своим великодушием. Отсюда вот эти мотивы, тоски, раскаяния и сожаления. Но в том смысле, что это раскаяние вело за собой честный рассказ о том, что было, этого не случилось. Мы говорили о связях Рылеева и Пушкина. Пушкина чудесным образом не было в Петербурге. И когда его царь спросил, а был ли бы ты на Сенатской, он говорит, конечно же, был. Насколько крепки все-таки были его связи именно с Рылеевым? Ну, с декабристами в целом мы знаем, но именно с Рылеевым. Это чисто литературный контакт был или больше? Нет, чисто литературный, видимо, это был контакт. Он состоял с ним в переписке, а их личной встрече ничего не известно. Они, видимо, лично не встречались. Не встречались. Даже так? Да, и Пушкин очень пристально следил за творчеством Рылеева, очень внимательно читал его произведения, которые ему сначала не нравились. Он говорил, думай, дрянь. Но вот поэму Войнаровский он оценил. Он сказал, с Рылеевым мирюсь, Войнаровский полон жизни. И есть очень глухое упоминание в письмах Пушкина. Да, теперь вот я дословно не процитирую, Рылеев войдет в силу, а в литературную он имел в виду. Как жалко, что я не застрелил его, когда имел к тому случай. Вот эта строчка из письма Пушкина ставит в тупик исследователей до сих пор. И так и непонятно. Да, и идут разные инсинуации. Они восходят еще к Набокову, к его комментариям, к Евгению Яникину. О том, что якобы была какая-то неизвестная нам дуэль у Пушкина и Рылеева. Но никаких свидетельств об этом нет. Это все домыслы историков. А может быть по этому поводу, а может быть по этому поводу, а может так, а может так. Формально первое письмо написал Рылеев Пушкину, где сказал, что знает о нем как о литераторе и предлагает поэтому установить связь по переписке. Пушкин был Михайловском в этот момент. Естественно, ни Рылеев Михайловском не был, ни Пушкин не имел возможности приезжать. И завязался вот такой вот напряженный вне мнениями, прежде всего вопросом, конечно, литературы. Не заговорщиц. Мы когда говорили в начале, мы говорили, что Рылеев был, как и все, наверное, люди, да и тогда, и сейчас, неоднозначным. И вот сложное его поведение, странное во время дуэли, где он был секундантом и специально науськивал дравшихся, разжигал страсти. В итоге все друг друга подстрелили и потом умерли от ран. Вы знаете, дело в том, что, опять-таки, в этой дуэли очень много неясного. Вы имеете в виду вот дуэль Чернова и Новосильцева, да? Очень много неясного. Потому что вот по мемуарам ходит такое свидетельство, что якобы действительно это Рылеев натравил Чернова драться с Новосильцевым. Между тем это опровергается письмами. Рылеев писал своей жене еще там за два месяца до всякой дуэли, что вот он встретил своего родственника Чернова. Там два брата Черновых приехали в Петербург заступаться за честь своей сестры. То есть они приехали уже с этой целью и об этом сказали Рылеевы. Это не Рылеев их науськи. Дело в том, что у нас очень такие искаженные представления. Дело даже вот раньше, когда рухнула советская власть, вроде бы все стало можно говорить обо всем и как угодно, раньше просто вот меняли знаки. Если Рылеев был раньше святой, то потом он стал полным негодяем, который всех науськивал, а сам бежал в Петербург. Но на самом деле, просто когда уже и эта парадигма ушла, стало ясно, что мы ничего не знаем ведь об этом человеке. Вот пытаемся. И я думаю, что такая ситуация не только касательно Рылеев. Но это какую тему не тронь. Все будет то же самое. Практически с нуля начинается новая наука, новое исследование. Вот мне импонирует такой биографический подход изучения биографии. Потому что, мне кажется, через психологию конкретного человека, вот то, что называется микроистория, можно понять глубже эпоху. Спасибо вам большое за то, что были с нами сегодня этот час. И мы говорили о Рылееве и о его эпохе. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся. Наша передача подошла к концу. Встретимся через неделю и продолжим наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова